Здравствуйте. Я Станислав Гаранжа, эксперт в сфере трудового права. Сегодня мы поговорим о срочном трудовом договоре и рассмотрим три вопроса. В каких случаях можно заключить этот договор? Как установить дату вступления договора в силу и дату начала работы? Как указать срок действия договора и в каких случаях его можно продлить? В решении этих вопросов нам поможет сервис «Конструктор договоров». Он доступен на стартовой странице системы «Консультант Плюс» и позволяет без труда составить трудовой договор любого вида. Если вы собираетесь заключить срочный трудовой договор, то прежде всего нужно определить, есть ли основания для этого. Перечень всех возможных оснований вы найдете в конструкторе. Например, нужно заменить временно отсутствующего сотрудника. Выберите основание, которое подходит именно вам, и оно появится в тексте договора в формулировке, которая полностью соответствует закону и со ссылками на нужные статьи Трудового кодекса. Если оснований для заключения договора нет, конструктор предупредит, вам грозит крупный штраф, а также суд может признать договор заключенным на неопределенный срок. Судебную практику по этому вопросу вы найдете в путеводителе по трудовым спорам. Для срочного трудового договора важны две даты. Дата, с которой он вступает в силу, и дата, с которой сотрудник должен приступить к исполнению своих обязанностей. С помощью конструктора вы можете по-разному определить дату вступления договора в силу. Например, календарной датой, днем подписания договора или днем наступления какого-либо события. В зависимости от выбранного вами варианта, конструктор либо автоматически заполнит строку даты начала работы, либо предложит вам указать подходящую дату. Если дату начала работы не указать, действует правило. Сотрудник должен выйти на работу на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Вы можете установить, что сотрудник должен выйти на работу в день подписания договора на следующий день, а может быть через месяц. Можно ли вообще не указывать дату вступления договора в силу? Да. Снимите вот эту галочку, и конструктор предупредит. Договор вступает в силу со дня его подписания или, в ряде случаев, с иного момента. Что это за случай, вы найдете, перейдя по ссылке в трудовой кодекс. Третий вопрос. Срок действия договора. Срок действия договора можно определить двумя способами. Календарной датой или периодом времени. Конструктор подскажет, что заключить договор можно не более чем на пять лет. Продлить срок действия договора можно в исключительных случаях, которые описаны в путеводителе по кадровым вопросам. Если срок договора истек, но никто не требует его расторгнуть, договор продолжает действовать и считается заключенным на неопределенный срок. Так говорит трудовой кодекс, и это правило не нужно дублировать в договоре. Но если вы все же решили процитировать норму закона, конструктор поможет без труда это сделать. Подведем итоги. Срочный трудовой договор можно заключить только по основаниям, которые предусмотрены законом, и эти основания нужно указать в тексте договора. Момент вступления в силу договора можно определить по-разному, а можно не указывать вообще. Дату начала работы вы определяете самостоятельно. Она не обязательно должна приходиться на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Например, вы можете подписать договор сегодня с условием о том, что сотрудник выйдет на работу через месяц. Подобрать оптимальное сочетание условий срочного трудового договора вам поможет конструктор. Он же предупредит о всех рисках, а также даст ссылки на нужные нормы закона и материалы в системе Консультант Плюс. До свидания!